Сегодня, вот только что в нашем разговоре упоминалось о стартовых позициях, с которых начинал Владимир Путин свою предвыборную кампанию. Действительно, в августе месяце, когда он только был назначен премьер-министром, и Борис Ельцин заявил о том, что видит Путина своим преемником после следующих президентских выборов, тогда рейтинг Путина, если я не ошибаюсь, составлял по некоторым опросам общественного мнения 2-3-4%. Потом он стал стремительно расти, особенно после операции сначала в Дагестане, а потом после решительных мер, которые были приняты в ответ на взрывы домов в Москве, Буйнахске, Волгодонске. Сегодня наш корреспондент Аркадий Мамонтов встречался с теми жителями, которые пострадали в результате взрывов домов в Москве. До сентября 1999 года здесь стоял жилой дом, и здесь жили избиратели, которые хотели, наверное, в этом году, в 2000-м проголосовать за президента. Сейчас здесь ничего нет, кроме часовни и фотографий, напоминающий о страшной трагедии, которая произошла на Каширском шоссе. Недалеко от этого места, всего в 20 метрах, стоит школа, в ней находится избирательный участок, и там сейчас голосуют уже другие люди, без тех, кто жил здесь когда-то. 13 марта исполнилось полгода с того дня, когда жилой дом по Каширскому шоссе взлетел на воздух. У подножья маленького памятника лежат цветы и фотографии. Счастливые молодые лица. До сентября 1999 года они тоже были избирателями. За кого сегодня люди, изображенные на фотографиях, жители разрушенного дома, отдали бы свой голос, неизвестно. Это так и останется тайной. На избирательном участке, что находится совсем рядом с местом трагедии, с утра было людно. Сюда пришли голосовать люди из ближайших домов. Для многих из них и нужна была и какая агитация. Полгода назад они убедились в правильности тезиса, что спасти может только сильная и жесткая власть. Я бы всегда голосовал даже за смертную казнь. У нас же даже лобное место было при царе. Вот один раз показать, другой, отрубить им даже вот тому голову, и другие бы задумались. Абсолютно бы задумались. Потому что только наглядный пример может такие вещи показать. А так это все будет говорильнее. Ну а вот власть, которая придет с понедельника в России, как вы думаете, она сможет защитить вас, меня? Я могу, в принципе, сказать, что я голосовал за Путина. Я уверен, так сказать, что волевые рычаги должны быть всегда существовать. Потому что только у нас закон немножко гуманный. Закон нужен суровый. Хороший, суровый закон. И чтобы они работали с законом, и все. И будет все нормально. Другая избирательница, Анна, с двумя своими малышами, пришла утром на участок. Живет в соседнем доме. Выбор свой уже сделала и абсолютно в нем уверена. В нем все есть. Говорит он уверенно. И, в общем-то, ну не знаю, уверена я в нем, и все. Да? Да. То есть вы просто хотите перемен в почву? Конечно, конечно. У меня трое детей, тоже не хочется перемен. Чтобы не было вот этих взрывов, чтобы не было войны. Сын сейчас в армии служит, я очень переживаю. А где служит в армии? Он сейчас в Подмосковье, но вот их не в полках отправляют, а в Чечню. Периодически. Там адский девиз. Поэтому я очень заинтересована. Улица Гурьянова. Крест на месте будущей часовни по невинно убиенным здесь 9 сентября москвичам. Пожилые избирательницы пришли помянуть тех, кто уже никогда не сможет опустить свои бюллетени в урны для голосования. Здесь, на улице Гурьянова. А для вас-то лично вы чего ждете от этих выборов? Спокойной жизни, спокойной. Самое главное, чтобы нас тоже не взорвали. Ну что это, банк нашли. А видите, снабжали Чечню там этих боевиков. Ну зачем нам среди наших все такое безобразие-то? Романова Нина Михайловна. Больше 30 лет прожила в Печатниках. Сегодня она голосовала за лучшую жизнь. Нина Михайловна по-прежнему хочет, чтобы ее страна была первой. Я раньше план выполняла, я премию получала. Мы радовались. Мы Америку обгоняли. Настолько это было радостно. А что сейчас? Ну что сейчас? Ну я прям даже не знаю. Уже про столько, про всех. Ну не знаем, на кого понадеяться, на кому поверить. Тех, кто погиб здесь в сентябре 99-го, этим пожилым женщинам жалко. И грустно от того, что именно в их время в Москве... Среди этих избирателей нет тех, кто жил в взорванных домах и пережил сентябрьскую трагедию. Гурьяновцев, так их теперь называют, переселили в новый район Марьино. Мы нашли одну такую семью. Ольга и Виктор с сыном остались живы только чудом. Их первый подъезд не разворотило взрывом. Да просто увезло, конечно. Потому что если был бы посильнее взрыв, наверное, нас бы там уже не осталось. А знакомые остались, которые... Погибли? Которые узнали, да. Да, Наташа Охсяникова. Одна семья, мы так общались. Они... С третьего подъезда были, да? В третьей, шестьдесят восьмой квартире остался сын Леши Охсяников. Ему восемь лет. Да, его дядю сыновил. И Света Кослова с девятого этажа. Она погибла вместе со своей дочкой Анечкой Кословой. Вот она сейчас бы училась во втором классе. Вот сын вот на год старше ее. Оставшиеся в живых Ольга и Виктор теперь голосуют в другом районе, в другой школе. Муж отдал свой голос за Путина, жена за Скуратова. От выборов ждут чего-то нового. Для них 9 сентября прошлого года стало вторым днем рождения. И сегодня эти двое избирателей не знают, что им принесет завтрашний день и новый президент. В 35 начать заново жизнь с нуля. Старики наши, те, которые пережили, они же в доме жили более 20 лет. Вот сейчас у кого-то инфаркт после вроде половины, полгода прошло. А вы думаете, вот что-то изменится, нет? Надежда. Надежды. Вот выборы от этих вот. Конечно же, мы надеемся на то, что убылась наша. Ну, как-то не уверена, что... Как-то все равно, получается, мы на каком-то распутье. На распутье, знаете, вот... Ну, верить, на другие обещают, ну, я просто... Ну, почему на распутье-то? Почему? Переход власти от одного человека к другому. Ну, это все равно, это безболезненно все равно это не проходит. К осени 2000 года на месте взорванных домов по улице Гурьянова поставят 4 20-этажных жилых дома. Там поселятся новые жильцы и новые избиратели, которые через 4 года придут в эту школу и будут голосовать за президента России, надеясь на то, что очередной президент обеспечит, наконец, им безопасность и достойную жизнь. Аркадий Мамонтов, Андрей Лежнев и Антон Королев, телекомпания НТВ. Иди, а я послушаю. Это бюллетеней за Путина, 31% за Зюганова, 8% за Тулеева, 5% за Явлинского. Это подсчет 17% поданных голосов. В основном Дальний Восток, Восточная Сибирь. Пожалуйста, Игорь Малошенко что-то хотел еще сказать. Вы знаете, я бы хотел все-таки подхватить тему насчет страха, который разлился в обществе. Ну, я прошу прощения, Виталия, короче, конечно, не заберут. Время это прошло. Но настроение у меня тревожное. Потому что здесь было упомянуто, что делал последние дни Первый канал. Первый канал ведь делал очень простую вещь. Говорилось там примерно следующее. Что если в первом туре Путин не победит, то это будет результатом некоего зловещего заговора против Путина. И заговор этот, в общем-то, достаточно открыто был назван жидомасонским. Если называть вещи своими именами. Вот что прозвучало с Первого канала. Ну, я, правда, по-прежнему считаю, что, скорее всего, Путин победит в первом туре. Но, видимо, перевес голосов будет не так велик, как хотелось бы его сторонникам и его избирательному штабу. И вот мы сейчас видели, например, Глеба Павловского на экране. Вот я нисколько не сомневаюсь, что он и люди подобные ему объяснят завтра Путину, что он не получил так много голосов, как они рассчитывали, потому что был ужасный заговор в обществе. Я не знаю, как его назовут. Что это такое? Промпартия, троцкиско-зиновьевский блок или так далее. Как будут названы современные ведьмы? Но, к сожалению, у меня есть очень печальное ощущение, что охота на ведьм может начаться завтра. Вспомните, ведь буквально позавчера, исполняющий обязанности президента, когда он выступал со своим обращением к стране, там прозвучала фраза, что... Я передаю ее по смыслу, так как я ее понял, что в то время, когда наши солдаты сражались в Чечне, некоторые люди распространяли ложь об этой войне в стране и за рубежом. Ну, за рубежом я не знаю. Вот что-то внутри страны, я не помню, чтобы кто-то распространял ложь об этой войне. Мне кажется, что Владимир Путин имел не ложь, а как раз правду об этой войне, которую не хочет слышать власть. Это правда о десятках тысяч беженцев, о тысячах погибших мирных жителей, о той грязной стороне войны, которую, конечно, неприятно видеть на экране. Я хочу спросить, вот завтра, если и когда, потому что я думаю, что Владимир Путин получит мандат, со всеми этими многочисленными советниками, которыми ему объяснят, кто украл у него голоса, как им кажется, и как они будут объяснять. Есть ли у нас основания бояться охоты на ведьм или нет? Мне кажется, что есть.